Всем привет! Сегодня я подготовила для вас шпаргалку по весенним работам в саду на март, апрель и май. Начнем с марта месяца. Конец марта это время пробуждения природы и растений в саду. Успейте посеять агератум, алисум, астры, гелихризиум, гадецию, душистый горошек, левкой, целлозию, иберес и другие однолетние цветы. В саду уже можно приоткрывать розы, но делайте это постепенно. Следите, чтобы талые воды не застаивались у корней розовых кустов. Также в конце марта избавьте от укрытий и хвойники, но первые две недели притеняйте их от яркого солнца, чтобы избежать ожогов. После схода снега в теплицах и парниках уже можно посеять холодостойкие культуры, такие как укроп, редис и салат, прикрыв их спандбондом. Конец марта, самое время корчевать и обрезать деревья и кустарники. Температура при этом не должна быть ниже минус 10 и не больше плюс 5. Также лечат раны на стволах, обрабатывают сад от вредителей и болезней и проводят побелку деревьев. Важный этап в борьбе с болезнями и вредителями растений именно ранней весенней обработки у деревьев. В начале набухания почек наступает фаза зеленый конус. В это время как раз начинают обработки. От болезни обрабатывают растения бордосской жидкостью 300-400 грамм на 10 литров воды. Это получается 3% раствор. В это время ветер активно рассеивает споры грибков, вызывающих болезни, а голубое опрыскивание не дает им прорасти и значительно уменьшает заболеваемость растений в дальнейшем. Можно использовать и другие медь содержащие препараты, например азофос или раствор хлорокиси меди 50 грамм на 10 литров воды. Если после опрыскивания пройдут дожди, обработку придется повторить. Далее приступаем к обработке сада от вредителей. В целях профилактики появления вышедших из зимовки вредителей опрыскайте кроны инсектицидом октара, фуфанон, фастак, новоктион по инструкции. При появлении бутонов и первых листьев на плодовых деревьях и ягодных кустарниках применяйте уже 1% раствор бордосской жидкости 100 грамм на 10 литров воды вплоть до начала цветения. Особенно внимательными будьте при обработке препаратами меди косточковых культур вишни, сливы, персика, алычи. Их листья очень чувствительны к превышению концентрации. Для защиты этих деревьев используйте препараты Хорус, Скор, Топсин М. В фазе начала цветения конец цветения. После цветения ваших плодовых деревьев повторите опрыскивание от насекомых вредителей и клещей октарой, фуфаноном или карате. Также в конце марта необходимо разбить наст над луковичными и клубникой для предотвращения их выпривания. И можно уже понемногу подкармливать их минеральными удобрениями с преобладанием азота прямо по снежному покрову. Также за 3-4 недели до высадки начинаем проращивать в опилках или кокосовом субстрате луковицы гладиолусов. Выращивать их нужно до длины ростка не более 10-12 см. Кроме всех вышеперечисленных мероприятий в саду, необходимо следить, чтобы над многолетними культурами было достаточно снега, так как в конце марта-начале апреля еще очень сложно угадать, будут ли еще заморозки. А сейчас давайте рассмотрим, какие работы необходимо провести в саду в апреле. Грядки, на которых собираетесь выращивать салат, редисы, капусту, обильно опудрите табачной пылью или древесной золой, чтобы не пустить к растениям крестоцветную бложку. Если осенью вы не вносили органические удобрения на свои грядки, перегной, торф, разложившийся компост, сделайте это сейчас. Ведро на 1 квадратный метр. Кроме того, желательно внести в почву комплексные минеральные удобрения, азот фосфор калий, 1 горсть на 1 квадратный метр и древесную золу, 1 стакан на 1 квадратный метр. В апреле пора снимать зимние укрытия с многолетних растений, убрать мульчу и подрыхлить грунт. Когда на березе появятся сережки, это знак, что эти же мероприятия можно проводить и в розарии, полностью сняв укрытие. В апреле самое время посеять на рассаду следующие цветы. Это кофея, амарант, вербена, бальзамин, бархатцы, календула, ипомея, космея, лен и душистый табак. Ближе к концу апреля можно начинать посадку рододендронов. На канале у меня есть про это подробное видео. Как только почва полностью оттает, подрыхлите все свои растения. Пионы, кустарники, хосты, плодовые, розарии, многолетники. Чем раньше вы это сделаете, тем больше сохранится влаги в почве для растений. Будьте осторожны с клубникой. У нее корни расположены близко к поверхности земли. Если плодовые деревья, яблони, груши, сливы дали в прошлом году небольшой прирост, нужно внести в почву азот. Возьмите 12-15 грамм аммиачной селитры или 9-13 грамм мочевины на 1 квадратный метр приствольного круга. Удобрение сразу же закрывайте почвой, чтобы азот не улетучился. И конец апреля, пожалуй, самое время для того, чтобы достать картофель на проращивание. А сейчас поговорим о работах в саду в мае. Если вы хотите обновить малинник, сейчас самое время. Высадить малину нужно до распускания почек, иначе кусты хуже приживутся. Если вы увидели, что листья у вашей клубники слаборазвитые, они бледные, это значит, что им не хватает азота, нужно подкормить их аммиачной селитрой, заделав ее в почву. Возьмите 10-15 грамм на 1 квадратный метр. В мае сеем на рассаду арбузы, дыни. В открытый грунт можно посеять фасоль, кукурузу и капусту. Во второй половине мая можно высаживать в теплице баклажаны, перцы, огурцы и томаты. Также пора высаживать и клубневые георгины. По народной примете, сеять на грядку тыквенные можно тогда, когда зацветут пионы и калина. Проведите корневые подкормки ягодных кустарников. Это может быть как органическое, так и минеральное удобрение. Можно взять птичий помет, пол-литра, развести в ведре воды, добавить столовую ложку суперфосфата и чайную ложку сернокислого калия. Либо можно взять готовое комплексное минеральное удобрение. Если температура в вашем регионе стабильно теплая и почва прогрелась до плюс 15 градусов, можно посадить саженцы винограда. Также в мае пора садить картошку и лук-сивок. Во второй половине мая следует подкормить озимый чеснок. В этот период происходит формирование головок, поэтому он нуждается в фосфоре и калии. Можно развести куриный помет, пол-литра, или коровяк, один литр, в ведре воды, добавив туда столовую ложку суперфосфата, и полить грядки с чесноком. В начале мая начинается посев моркови, свеклы, базилика, эстрагона, тимьяна и других теплолюбивых пряных трав. А сейчас давайте рассмотрим, какие же главные работы в цветнике у нас есть в мае. Гортензии, рододендроны, верески, эрики и хвойные культуры подкормите специальными удобрениями, подкисляющими почву. Замульчируйте приствольные круги хвойным опадом. Пострадавшие от солнечных ожогов вечно зеленые растения опрыскайте 4 раза с интервалом в 7 дней растворами препаратов ферровид и циркон, чередуя их. Подрыхлите землю в розарии, замульчируйте торфом, опилками или компостом. Дважды за месяц с интервалом в 2 недели опрыскайте раствором фитоспорина. Подкормите свои розы комплексным удобрением. Теплолюбивые луковичные, гладиолусы, луковичные ирисы, крокосми, бобианы, тигридии перед посадкой замочите в крепком растворе марганцовки на 25-30 минут. Затем промойте водой и сажайте в подготовленную почву. Под донышко луковиц подсыпьте речной песок, так она не загниет. Глубина посадки, как правило, 3 высоты луковиц. На такой глубине должна находиться точка роста. Сразу после посадки замульчируйте, лучше торфом. В мае также необходимо подкормить пионы. Лилии, ирисы или леники опрыскайте биологическими препаратами против болезней, аллерином и отвредителей фитовермом. Все многолетние растения, которые растут на одном и том же месте, подкормите, используя любое жидкое цветочное удобрение. Это может быть агрикола, фертика, цветочная или любое на ваш выбор. Ближе к концу мая можно уже высаживать в открытый грунт рассаду некоторых одно- и двулетних растений, такие как астра, виола, календула, василек, хризантема и даже петунья. Также в конце мая обрежьте декоративно цветущие кустарники, которые уже отцвели, форзиции, спиреи, сирень. Также можно придать им декоративную форму. Еще в конце мая можно высаживать в цветник такие теплолюбивые культуры, как канны, каллы и лилии. Также можно пересаживать и размножать на галетники делением куста. У отцветающих растений анимоны, ландыши, примула и другие срезают отцветшие побеги. Во время цветения луковичных удаляют и уничтожают экземпляры с признаками заболеваний. У отцветших тюльпанов нарциссов удаляют цветы, оставив стебель со всеми листьями для развития луковицы. Кроме того, в мае проводится санитарная весенняя обрезка роз. Удаляются все подмерзшие, почерневшие побеги до первых хорошо сохранившихся почек. В начале мая уже можно высаживать кусты роз. Я постаралась собрать для вас перечень всех основных работ, которые необходимо провести весной в саду. Надеюсь, видео было для вас полезным. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok